Мы должны расследовать все, начиная буквально из предыдущих моментов, из харьковских угод, относительно того, как они повлияли на дальнейшую судьбу Крыма. И вы знаете, сейчас ведется в СБУ дело по финансированию, частичному финансированию референдума и способствованию проведения референдума Виктором Медведчуком и так далее. В каком состоянии была страна, когда это все начало происходить в Крыму? Могло ли это все закончиться простой антитеррористической операцией в самом начале, когда еще без опознавательных знаков группа, так скажем, неизвестных вооруженных лиц зашла в Верховную Раду и в кабинет министров Крыма? А в каком состоянии была тогда наша армия в принципе для того, чтобы защитить Крым? Или в каком состоянии были наши вооруженные силы, которые базировались в Крыму? Давайте продолжим разговор о критике вашей инициативы. Перед эфиром мы пообщались с народным депутатом от фракции «Европейская солидарность» с заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтемом Чайгозом, который объяснил, почему на заседании комитета он выступил с критикой в адрес этой инициативы. Давайте послушаем и продолжим наш разговор. Я выступал против на комитете, учитывая, кто инициативы народа, которые в последние годы распространяют историю несоответствующую действительности и пытаются в этом обвинить украинцев, потому что они сдали Крым, они виноваты. Я против такого подхода, потому что знаю, что Крым наглым, бандитским образом, военным образом, как в отделах Россия. Продолжение следует... Продолжение следует...